Молодая компания Mindware Studios объявила о начале работ над игрой Cold War, которая будет принадлежать к жанру action-adventure. Главного героя этой игры зовут Чейзером Джонсом, причем сходство его имени со знаменитым Индианой Джонсом не случайно. Как и его знаменитый однофамилец, Чейзер обожает встревать во всякие истории, а профессия журналиста этому более чем способствует. По сюжету доплесный писако попадает в СССР в самый разгар холодной войны, дабы изучить причины аварии на Чернобыльской АЭС. И с ужасом узнает, что эта катастрофа всего лишь начало некого зловещего заговора. Ни дата выхода, ни издатель Cold War до сих пор не объявлены. Одной из эксклюзивных особенностей новой видеокарты Matrix Paralia 512 является возможность игры на трех мониторах на манер игровых автоматов. Раньше поддержкой этого режима могли похвастаться лишь несколько демо-версий. Однако сегодня Matrix с гордостью объявила, что возможность игры на трех мониторах будет встроена в 20 уже вышедших игр. Причем о новых релизах речи пока и не идет. Компания Activision решила немного продлить контракт со звездой скейтборда Тони Хоуком. Немного значит на 13 лет, что подразумевает выпуск игр из серии Тони Хоукс про скейтер вплоть до 2015 года. Когда Тони, возможно, уже физически не сможет держать доску в руках. Надо ли говорить, что через пару-тройку лет сериал про скейтер займет в качестве числительного порядковый номер года, подобно FIFA и NHL. Тони Хоукс про скейтер 2015. Это звучит гордо. Это последний выпуск новостей на сегодня. В студии была Татьяна Осекина. Встретимся через неделю. Главный по играм решил заняться частным извозом. Нацепил на свою машину шашечки. Вон, у дверей дежурит. Выучил фразу. Такси не желаете? Честно говоря, теперь на улицу-то выйти неудобно. Да что неудобно? Стыдно. 5, 4, 3, 2, 1. Time to start. Одни расходы. Там чирик, тут полтинник. Кардан менял, так 500 отдал. А клиент жадный пошел. Ой. Я тут взял одного. Значит, ему надо с восстания до гостинки. Я ему говорю, тут на бензин минимум 100 сожжешь. Это ж как надо ехать? Это ж, значит, по обводному, туда на Вкупчино, и через гражданку уже подъезжаешь. А он мне говорит, а мне говорили, что тут рукой подать. Я говорю, кто говорил? Когда говорили? Когда это было? До революции. А сейчас урбанизация. Вон, весь город перекопан. Пойди доберись. Crazy Taxi изначально создавалась для телевизионной приставки Dreamcast. И вот добралась, наконец, и до нашего любимого PC. Как легко догадаться из названия, в этой игре вам придется взять на себя роль таксиста. Если вы любитель Кормагеддон или GTA, вам в Crazy Taxi лучше не играть. Прохожие не сбиваются и не давятся, машины не взрываются, копы не стреляют вас из помповиков. Да и сами вы ничем не вооружены. Одним словом, мирная идиллия. Можно играть и детям до 16. Но если в игре не хлюпает кровь под колесами и не звучат выстрелы, то это вовсе не означает, что в нее неинтересно играть. Игровой процесс в Crazy Taxi прост до безобразия. И вместе с тем невероятно захватывающий. Ой, как с утра день не задался. Пулкова, что ли, смотаться? Или в пор? Не знаю, там своих полно. Вот раньше было, ага. Возьмешь клиента в европейской, отвезешь его в Петергоф. Там фирмачей возьмешь. Их в асторию. Все, четвертак свой сделал и в ажуре. Порядок был. А сейчас орут. Рынок, рынок. А какой это рынок? Какой рынок? Когда машин, вон, больше, чем людей. Да ну. Дожили. Людей дефицит. Клиента есть. Вон стоит, голосует. Клиент. И главное, руку как тянет. Ты смотри, а? Нагло так, уверенно понимаешь. Типа такси стоять. Раньше не так руку тянул. С уважением. Как-то так. Вот как-то. А теперь смотри. Во, во. Не возьму. Итак, выбираете таксиста. Одного из четырех. Ищите клиентов. Над ними светится значок бакса. И везете в тот район Сан-Франциско, куда они скажут, и за то время, которое им требуется. Довольный клиент платит деньги и чаевые. Вы никогда не были в Сан-Франциско и слабо ориентируетесь на его улице? Не беда. Следите за зеленой стрелочкой. Продолжение следует.